5 августа во всем мире отмечается День светофора. Устройство очень полезное, о котором знают даже малыши. В детском саду номер 2 «Колобок» правила дорожного движения ребята изучают с любопытством. Во дворе учреждения даже есть специальная площадка с разметкой и знаками, где дети вместе с воспитателями по этому случаю подготовили развлекательную программу. Желтый подожди чуть-чуть, а зеленый можно в путь. Наши ребята сегодня показали все свои знания, навыки, которые они приобретают в течение учебного года. И сотрудники ГИБДД тоже внесли свою лепту, дополнили этот объем знаний. И вы видите такое прекрасное мероприятие. Сегодня мы провели, отметили день рождения светофора. Главными действующими лицами представления стали ребята, которые посещают летний оздоровительный лагерь при детском саде «Колобок». Сотрудники госавтоинспекции, которые в день светофора посетили праздник, остались приятно удивлены эрудицией ребят. «Я знаю про правила дорожного движения, что всегда нужно их соблюдать, никогда их не нарушать, особенно водителям. Когда горит красный свет, то нужно стоять, потому что в этот момент едут машины. И в этот момент, когда ты идешь, может тебя машина сбить. В зеленый момент уже ты можешь идти». Первый светофор появился в 1914 году. Тогда он имел только два цвета – красный и зеленый. Привычный нам вид светофора люди увидели в 1920-м. Устройство, регулирующее дорожное движение, необходимо не только автомобилистам. Передвижение пешеходов без светофора было бы невозможным. Особенно сейчас, когда дорожный трафик значительно увеличился. Особое внимание ребят сотрудники госавтоинспекции обратили на безопасность передвижения на самокатах. Этот вопрос в округе стоит остро. С начала года было зафиксировано шесть дорожно-транспортных происшествий с участием детей. «Уважаемые родители, еще раз вам напоминаем, что ребенок, когда переходит в проезжую часть, он должен слезть и с велосипеда, и с самоката, и ножками перейти в проезжую часть, держа за руль свое транспортное средство». В конце праздника инспекторы ГИБДД подарили ребятам светоотражающие браслеты, которые в вечернее время позволяют водителям замечать пешеходов на дороге. Детский сад, в свою очередь, презентовал госавтоинспекции «Большой пирог». Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.